Водушевлены, прежде всего, Запад. Запад теперь, особенно сторонники поддержки Украины, получили невероятный, так сказать, козырь в свои руки. Посмотрите, сразу же моментально с Путиным поговорили и Шольц, и Макрон. Да, это очень интересно, потому что риторика изменилась, видим. Да, Шольц же предложил капитуляцию. Это не я комментирую, комментирует немецкая сторона. В разговоре полуторачасовым Путином он призвал его прекратить немедленно войну, освободить все территории украинские. Ну, то есть, понятно, что там этот блеял в ответ про то, что там что-то украинская сторона нарушает, обстреливает Донецк, Запорожская АЭС. Ну, понятно, весь тот набор, который мы и без того слышали, но ведь он куда разговорчивее с западными лидерами, я имею в виду Путина, нынче. И такой тон у него, знаете, раздражительно конюченный, такой просящий. Ну, он и такой и есть в натуре своей. Это нам показывают картинку протокольную. Где он тут, знаете, на колесе обозрения катается, еще что-нибудь. А в принципе-то это мелкий старичок пенсионного возраста, который, значит, всем уже, не буду выражаться, так сказать, как он надоел. Но в любом случае очевидно, что Запад увидел, что победить возможно, что это вообще не проблема. Что деоккупировать можно даже и Крым. Не говоря там уже о территории Запорожской, Херсонской области, там, регионов Донбасса. И это дает новый стимул для поставки вооружений, для новых санкций, для финансовой поддержки Украины, для вообще стратегии новой, рисуемой для Восточной Европы, где Украина будет играть ключевую роль в качестве средства безопасности. Горячая такая, прошедшая бои армия, нужна Европе, нужна для обеспечения собственной системы безопасности. И поэтому, я думаю, что стимул здесь ощутимый. И это будет конвертировано в поставки новых вооружений, ну и более широкую поддержку Украины. Нельзя исключать. Ну, сейчас мы это увидим. Это вот на днях должно начать происходить. Вы, кстати, вспомнили Шольца. Накануне звонка Шольца немецкий министр иностранных дел встречалась с Зеленским в Киеве. Ну, сложно поверить, что речь не шла о том, в том числе, что Шольц будет общаться с Путиным. Как думаете, они могли согласовывать этот звонок? Нет, звонок-то, понимаете, позвонить-то можно, и Путин трубку подымет. Особенно в такой ситуации он не будет дурака валять. Вопрос в другом. Требования Украины, если кто-то думает, что есть какие-то тайны, их нет. Зеленский озвучивает публично, он часто выступает. Нельзя, конечно, Зеленский, как Сталин, заперся на ключе, где-то на шинели спит. Зеленский уже много раз это озвучил, и я уверен, что от его имени Шольца и все другие озвучивают то же самое. Они предлагают Путину это все прекратить с покиданием территории Украины. Не будет тут ничего нового, какого-то размена такого и так далее. Ну, понимаете, как сейчас уже даже Москва начала сливать какие-то намеки про то, что вот если бы в марте договорились, то мы бы, может, договорились о Крыме, значит, Донбассе, а территорию Херсонской и Запорожской областей покинули, конечно, они бы ничего не покинули. Это все на дураков рассчитано. Это было втягивание в переговоры для того, чтобы выиграть время и максимально закрепить статус-кво к тому моменту. Они бы и сейчас этого хотели. Предполагают. Да, возможно, размен. Конечно, вы признаете Крым, признаете Донецкую и Луганскую области в их границах, ДНР, ЛНР, самопровозглашенных. А мы там с Херсоном договоримся, Запорожье, ничего не договорятся. Ничего не договорятся, понимаете? Ничего этого не будет. Поэтому, на самом деле, в эту игру еще могли играть даже западные лидеры, я имею в виду, европейские, в марте, в апреле, даже в мае, если вы помните, был визит еще такой, план Драги. Сейчас кто помнит, что был план Драги? Значит, и вместе с Макроном и Шольцем, они приезжали в Киев к Зеленскому, это все обсуждали. Но все эти планы утонули, потому что они являются де-факто конвертацией в капитуляцию Украины. Что Украина принять не может, не примет, и этого не будет. Тем более теперь, когда у Украины наметился очевидный успех, не какой-то там мифический. По-моему, его можно даже назвать переломным, потому что, на самом деле, одно дело, когда от Киева все это происходило, сумма Чернигова, да, то ли отвод войск, то ли поражение, бегство, но неважно. Тогда это еще можно было списать на что угодно. Добрую волю, там еще что-то, и никто бы не сказал, что это переломный момент. Ну, простите, в Харьковской области тут явно ни о какой доброй воле, ни о чем подобном речи даже идти не может, ни о какой перегруппировке. Это военное поражение, очевидное, явное, тестируемое. Это означает, что одни вооруженные силы сильнее, а другие слабее. И здесь нет никаких иных вариантов, понимаете? И поэтому с этой точки зрения я считаю, что и западные лидеры радикализуются. И даже если она Лена Бербок, которая приезжала к Демскому что-то и согласовывала, то это не план капитуляции Украины, это план капитуляции Москвы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok